Ну что, потом, ты попал! Я пыла, вот это! А Браво Стас! У неё целых двадцать тысяч крупных! И все бойцы открыты! Сыра четвертая Браво Стас! Это был понедельник 15 марта. Тебя безобычных лежалось с полудомой. Быстрее! Быстрее! Надо срочно найти какую-нибудь лавочку! Ох, как я опаздывал! За кудой они все подземлялись! Ух! Вот вроде подходящая! Ну наконец-то! Я выкрасила на лавку! Браво Стас! Показываю свой! Побезу Браво Стас! Тебе, ты не ерунда! Я сейчас не играю! Ого! Собер-блоков я ещё не прошу! Так! Кого бы выиграл? У меня сейчас 36 бойцов! Уже больше 10 тысяч 500 кубков! Кстати, ребят! Давай ещё и лайк у Браво Стас! Если лайк, то поставьте лайк и напишите! Сколько у нас у меня бойцов и кубков? Очень интересно! Я выбрал Дэйва! У меня долго охустало! Только вчера не бросил! Он красный супер-крутой! Не меня! Я в другую карту прохожу! С копытыми глазами! Неожиданно! Я выбрал на меня и автофюрбола! Чё? А ты герой-то крутой! Не смеши мои колени! Я обернулся! Я за меня стоял Гопник и смотрел, как я играл! Ну вообще-то да! Мне реально мощный! А то по-вашему прочей игрок! Ты чё купил? Пополок-то! Вильприма! Пара! Ой! Куда же бро? Гопник стал в голову перечислять персонажа Интраула! Было видно, что он вообще не понимает о чём говорить! Да как вообще можно Эльфима с Диевом сравнивать? Эльфима, это трамп! А Диевом расстояние дамажит! Ой, я много-то понимаю, Шкел! Эльфима полететь может! Я разводить тебе всю будку! Я почувствовал, что разговор не коляется! Нужно было срочно уходить! Ну да! Эльфима же лекарств умеет! Я совсем не забыл! Всего хорошего, Сяма! Я пойду! Пока Гопник не станет помнится и отобрать у меня деньги, я быстро стал уходить! Надеюсь, он всё равно всех круче! И я это докажу! Вы не умираете глупые! Но я об этом недалеко от себя я увидел девушку, которая была хранительно похожа на мою сестру! И не понял! Это что, Ирина? Чего она тут делает? Интересненько! Я достал телефон! Набрал сестру! Чего тебе? Эй! Я тут в магазин зашёл! Тебе ничего не купить? Ой! Что вы тут такой щедрый? Ничего не надо! Я просто уже дома скоро буду! Есть хочу с Ирины! Ну ты готовься что-нибудь! Я ещё на работе! Всё! Не отвлекайся! Ирина сбросила телефон на скорый шар! Я шёл за ней, стараясь себя не выдать! Очень странная работа у тебя получается, сестра! Мне кажется, я много о тебе не знаю! Но сейчас всё выясню! Я шёл за Эрины ещё на минуту! Две минуты! Две минуты! Три минуты! Мне кажется, Ирина идет на нашу вторую квартиру! Да нет! Точно! Тебя идёт! Она дошла до подъезда, открылась дверь и скрылась домик! Я задумался! Сразу пойти за ней! Или подождать! Можно ещё раз позвонить! Ну и об этом! Я заметил! Идущего ко мне бухняка! Было мне они! Блин! Этого мне ещё не попало! Слушай, пацан! Ты попал! Я сливала тесто! А плавала сталь! У неё целых двадцать тысяч кубков! И все бойцы раскрысты! Ого! И они все бойцы! Прям все-все! А то! Я Владимир Анатолий! Ручилось не можете, когда ты в пескоп отцу сладил! Но ведь из лет всего два года! А тогда я уже не был милкой! Мне вкусно с тесто! Она вообще-то дева говорит! Короче! Вел, это не так боец! Круче него почти все! Он вообще, ну да-ра-ляак! Нужно лучше его! И тут я разошёлся, не на шутку! Такого бы я не мог терпеть! Да как вообще вырустите это складывать? Сунья, в людей работают, отдельно ремзе домашним. Её не может быть и галок и лапок. Он откидывается вообще-то, одними последними. Ох, пацан, а вот сейчас ты, что-то много наговорил. Извини. Брать, ты сегодня троняешься, что случилось? А, я что-то совсем не помню даже, как здесь обозрался. Давай-давай, простудишься, холодно на земле. Дома куда скажешь. И сразу можно подняться. Мы пошли в новую квартиру. Уже дома Ирина посмотрела на меня более внимательно. Стой-стой, а что этот батюш под глазом нагревает? Вы что, пили? А, да нет, я там просто это, а шел, подсказну, взрываю. А что это за сняко? Ты чего? Ладно, попросту я? Всё, я вызываю полицию. Дома, 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 дома. Я попытался остановить сестру. И она была не преклонна. А, да, полиция! Смотри, блин, 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 блин! И ничего не пробили. Подумываюсь, томатник. Для свадьбы смешные большие глаза. Тяжело. Пока мы взяли прицесски, я легко накачиваю телефон и проиграть по рукатам Барла. Ну и что? Минуту прокачивать нужно. А что ты, Мартиста, не качаешь? Он такой крутой. И чего, Сибирин, ты шаришь? Ну да, Мартистовчик. Он мне бассейнка напоминает. Извините, два. Я выбрал Мартиста. Уже парное соцарение. Да, он реально круто двигается. А ты бога убежать может, или бомб от огня. Алиса, приятно. Алиса, я открою. Сестра встала и ванна, и пошла в коридор. Но я решил остаться в комнате. Ну а что, я пойду за ними. Лучше пока милами позанимаюсь. Так, закрывай даже не игла. Может баллон взять? Или чекать? Или восемь бита? Блин, полицейские уже заходят. Даже одну каску сделать не успел. Не рассказывайте, сделать не зашли. Ну, рассказывать-то особо нечего. Все из школы, никого не трогают. Проходят умники, начали спорить. Начали спорить? Да представляете, товарищ капитан. Он не собрался, и я, как он боец. Теперь его почти векой вынесли. Что? Ну, не гео-топчик вообще. Он не трогался, не отказать может. Ну, вот и я так говорил. За это мне. Курганы повторили. Есть разговор, вмешался другой полицейский, который должен был бы не жалеется. Но он не верится, как сидиры против. Не верится. Это Эбка или Биби. Ой, но ты понимаешь, я не наезжай не работаю. На той Эбке сыграй, а у Биби шарик. Полицейские начали спорить, как он из бойцов самый крутой и универсальный. Кстати, ребят, а давайте поможем сотрудникам болезнику. Подождите в комментариях, какой важный был из бойцов и почему. Сестра была в шоке. Полицейские, вместо того, чтобы расследовать дело, смотрели об игре. Да, 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 да. Сестра Психонова пошла на кухню. Через пять секунд она ловила волос, и начала выпёснуть, и у меня снова негатив. Мать! Почему дома для посуды? А ну быстро и домой! Вот почему я свою котел вывезу, страдаю всегда я. Я на два, два, три минуты. Пять минут. Пять минут. Пять минут. Фу, вроде все. Я иду одного тысячку в храм грабли побивать. Но все стороны у меня были другие планы. Зиней, а ты почему? А ты перечко не выкинешь. Я же не хотела. Да, да, сейчас выкину. Только в туалет скачу. Хотя же детка меня не тронет, надеюсь. Так, на чём я остановился? Секрет, тоже косток накопилось. Если тогда я всю эту рыбь бать буду, нашлось ограбление. Мирон, возьму таким образом сразу четыре пенца проходит в бутылку. Влетят на гору. Ну, не вскрою я нахер загрузить карту, а за дверью послужил пастерный голос. Я строителька. Я строителька. Я строителька. Я строителька. Ну все, прошу, иди. Просто живой болит. Иди, мать. Иди, мать. Не надо, сестра, я постарей. Пипец. Да. Да. Потому, что мне достал еще посижу. Может, то будет. Я прибавлял в колесо к басте. Папа, как поподить. Да. Ну что, блядь, да. Балан. Папа, как будто бы. Так, я одевался, взял мусор, вышел на улицу, избавился от пакетов. Дальше все было, так обычно. Играл за мной, поиграл, поел, ругал за сестрой и встал. На следующее утро я надобычно недовольник стал в кровати, забрал все необходимые комфеты и пошел учиться. Но самое интересное, началась уже после школы. Почти на том же месте, что я вчера, я заметил сестру. Опять, походу, идет вторую квартиру. Интересно, что она там делает? Я, проживая сестра, достала подъезда. Она и правда шла сюда. Но в этот раз я не буду действовать сам и вызвать полицию. Тем более, что капитан дал мне в прошлый раз свой номер. Никто даже не заметил. Ну, ну, товарищ капитан, можете приехать? Тут дело очень странное и непонятное. Да, 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 да. Показано через десять минут, когда мы подъехали в дверь. И в него выключили нам рецепт. Что-то так, я не знаю. Сестра постоянно сюда ходит и непонятно, что делать. И ты, да это вы запарите. Давай, капитан, все равно же, конечно. Давай, поехали. Мы с рецептами стали осторожно подниматься по лестнице. Открыли с дверей, прислушивались. Мы не встретили. Могу выходить. Капитан аккуратно поснул за ручку. Я ей оказалась не заперта. Стрелка. Сестра всегда все закрывает. Даже у меня ругается. Что-то я начинаю волноваться. Мы провели одну комнату. Тупню. Со стороны я был. Тут, мне кажется, или я хочу только поблизиться. Я быстро пошел в свою вторую комнату. Открыли. На диване сняла сестра. Играла в проводках. Она даже не услышала меня. Прикиньте. Ох, гостя, ты что делаешь? Убрала в тебе на рубежке. Она, что ты меня называешь?